Это актуальное интервью, меня зовут Ирина Потехина и сегодня в нашей студии управляющий Газпромнефть, ноябрьск, нефтегаз, геофизики Сергей Слюсенко. Сергей Петрович, здравствуйте. Добрый день. Первый вопрос к вам. Этот год для предприятия юбилейный, с какими показателями вы подходите к этой дате и какие основные достижения сегодня можно отметить? Газпромнефть, нефтегаз, геофизика является одним из передовых предприятий. Оно входит в пятерку лидеров российского геофизического рынка и занимает 12% на рынке геофизических услуг. На предприятии работают 1300 человек. Это более 200 геофизических партий, оснащенных современным оборудованием, готовые выполнять работы для нефтегазовых компаний России. За 30 лет Газпромнефть, ноябрьск, нефтегаз, геофизика расширила свои геофизические присутствия на территории Российской Федерации. И мы на сегодняшний день оказываем услуги не только в Ханты-Мансийском округе, в Ноябрьске. Мы оказываем услуги также в Поволжском регионе. В 2010 году, зная, что стратегическим для компании Газпромнефть является выход в регионы Поволжья, мы организовали базу в городе Бузулуки и с 2010 года оказывали услуги на ТНК-БП. И в этом году мы участвовали в тендере, победили. И с этого года мы оказываем услуги для Газпромнефть-Оренбург. Сергей Петрович, не могу не затронуть тему инноваций. Вообще геофизика всегда славилась своими изобретателями, своими патентами. Как сейчас достижения в этой области существуют? Какие? Специалисты Газпромнефть-Оренбург и геофизики обладают более 30 рационализаторских предложений. И создано более 200 научно-технических разработок. Процент внедрения этих разработок, ну более 30, это достаточно высокий процент. Наши специалисты участвуют, ежегодно участвуют в различных конкурсах, которые проводятся Газпромом и Газпромнефтью. И являются лауреатами премии Газпрома. В 2009-2010 году специалисты Газпромнефть-Оренбург становились лауреатами конкурсов Газпромнефти в области науки и техники. Работа по теме оптимизации разборования многопластовой залежи на основе внедрения новых технологий и непрерывного дифференцированного по объектам мониторинга добычи нефти заняла на конкурсе второе место. Этой работой мы обогнали даже самых именитых Газпромовских рационализаторов и оказались на втором месте, что для нас является очень большим достижением, которым мы гордимся. На сегодняшний день нами ведутся многие разработки. То есть все, что есть нового в направлении геофизики, нами рассматривается, мониторится. И наши специалисты оценивают, насколько это будет интересно для заказчика, насколько мы можем это внедрить, что-то добавить, привнести свое. Вот все месторожения Газпромнефтеразвития, которые находятся на Мессоярхе и на новом порту, они нами обслуживаются с применением новых технологий. То есть мы стараемся все, что есть новое в геофизике, привнести на разработку этих месторожений, понимая, что эти месторожения являются перспективными как для Газпромнефти, так и для нас, как для подрядчиков Газпромнефти. Известно, что Ноябрьскнефтегазгеофизика большое внимание уделяет подготовке кадров. Их выбирает даже не со студенческой, а со школьной скамьи. А на предприятии работает специальная программа для молодых специалистов. Подробнее об этом расскажите. Газпромнефтегазгеофизика действительно многое уделяет молодым специалистам. Мало того, мы специалистов уже отслеживаем на этапе их учебы. У нас со многими вузами страны заключены соглашения о том, что на нашем предприятии проходит практику молодые специалисты. Когда эти молодые специалисты приходят к нам, мы смотрим на их потенциал, смотрим на то, что они способны, смотрим, где их лучше применять. Допустим, это в партии гефизических или это будет интерпретация в КИПе. Те молодые специалисты, которые приходят к нам после окончания вуза, они не отстаются без внимания. Им уделяется очень много внимания, развивается их потенциал, проводятся различные конкурсы для молодых специалистов, в которых участвуют молодые специалисты, получают опыт, навык, необходимые для того, чтобы внедрять на предприятие те новые идеи, которые они принесли с собой из института. Это может быть какой-то стартовой площадкой для карьерного роста, вот эти конкурсы? На самом деле это так и является. Все конкурсы, которые мы проводили на протяжении многих лет, на сегодняшний день победители в этих конкурсах, они уже занимают достаточно высокие должности на предприятии. Они поднялись по карьерной лестнице, и тот опыт, который они получили, участвуя в конкурсах, они сейчас применяют для предприятия, но уже не в конкурсах, а в жизни, принося положительный эффект как для предприятия, так и для заказчика. А можно назвать вузы, с которыми вы сотрудничаете? Может быть, абитуриенты заинтересуются? На самом деле у нас сотрудничество со всеми вузами, это и Уральская горная академия, это и Тюменский институт нефти и газа, это и Фимский институт нефти и газа. Работаем мы и с нашим прославленной керосинкой, с Губкинским. То есть вот на самом деле, наверное, тяжело назвать те вузы, с которыми мы не сотрудничаем по проведению практик, для студентов вузов, и откуда у нас не работают выпускники. Мы, журналисты, слышим о том, что геофизика участвует и в городской жизни, в городских мероприятиях. Где, когда? На самом деле, на Япсинской геофизики по меркам предприятия, очень молодое предприятие, и работают на предприятии тоже люди молодые, энергичные, для которых общественная жизнь города, она является такой органичной. И наши сотрудники, они участвуют и в конкурсах, которые проводятся «Что, где, когда», «Брейринг», и занимают достаточно непоследние места в других формах. Многолетняя дружба нас связывает с молодежным центром «Вектор». 30 лет предприятию. За это время у вас уже история и традиции есть свои. И, насколько я знаю, что репутация геофизиков – это большой, сильный, сплоченный коллектив. И вот мы говорили о династии, у вас есть много династий. Вот расскажите, пожалуйста. На самом деле, Япсинской геофизики является преемницей треста Сургут нефтегеофизики. В 1986 году Япсинской геофизики была выделена из треста Сургут нефтегеофизики, образовав отдельный трест Япсинской геофизики. Вот тот коллектив, который был создан первопроходцами в 1986 году, он заложил основы тех традиций, того отношения к своему труду, который поддерживается и сегодня. Немногие предприятия России могут похвастаться таким коллективом, который на протяжении 30 лет изменялся очень медленно, постепенно и всегда в лучшую сторону. Вот те традиции, заложенные нашими первыми руководителями и первыми сотрудниками предприятия, которые пришли сюда в 1986 году, они на сегодняшний день уже продолжаются и поддерживаются сыновьями и внуками тех первопроходцев, которые пришли сюда, на сибирскую землю, осваивать и развивать ее. Юбилейная дата – это время, когда принято подводить итоги и строить планы на будущее. Давайте поговорим о перспективах предприятия. Мы на сегодняшний день от 50 партий геофизических, которые были в 1986 году, выросли до 200 геофизических партий, которые работают от Чукотки до Поволжья, оказывая геофизические услуги таким предприятиям, как «Газпромнефть», «ТНК-БП», «Лукойл», «Славнефть». На сегодняшний день мы внимательно отслеживаем стратегические направления «Газпромнефти» и мы видим, что одним из направлений, которое «Газпромнефть» будет развивать в будущем, это северные регионы, это шельф. И мы сегодня уже прорабатываем вопросы выхода в регионы арктического шельфа для того, чтобы продолжать оказывать услуги нашему основному заказчику. И эти услуги должны быть на уровне мирового класса. Для этого сегодня ведутся ряд разработок, рассматриваются варианты закупки оборудования и технологий. В 2010 году нами были проведены работы на шельфе Камчатки, где наши партии работали, оказывая услуги по геолого-технологическому сопровождению бурения скважин. Данный опыт помогает нам понимать, какие задачи стоят перед нами и какие пути решения этих задач, что нам для этого нужно, какое оборудование, какие технологии и какое на самом деле самое главное, наверное, обучение для нашего персонала, чтобы мы смогли на арктическом шельфе оказывать Госпомнефте достойные услуги, услуги достойные мирового уровня. Получается, что уже из лидеров всероссийских вы уже стремитесь в лидеры, в общем-то, в принципе, мирового масштаба. Ну, мы уверены, что для коллектива Госпомнефтной и Апстонии нефтегазской физики любые амбициозные цели по плечу. Скажите, вот в связи с юбилеем, что вы хотели пожелать своим коллегам, своему предприятию с 30-летием? Уважаемые коллеги, дорогие друзья, в этом году Открытое акционерное общество Госпомнефтной и Апстонии Газгейфизика отмечает свое 30-летие. За достаточно короткий отрезок времени предприятие прошло путь динамичного развития от промыслового геофизической экспедиции Саргутского геофизического треста до одной из крупнейших российских геофизических компаний. История ноябрьской геофизики охватила период грандиозного освоения Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. Время показало, геофизики – это сильные люди с убеждениями и завидной энергией. Уверен, что следующее десятилетие станут для ноябрьской геофизики еще более продуктивными. Я присоединяюсь к поздравлениям коллективу «Ноябрьск нефтегаз геофизики». Желаем вам тоже всего самого хорошего. И напоминаю, это было актуальное интервью. И наш гость, управляющий «Ноябрьск нефтегаз геофизики» Сергей Слесенко. Всего хорошего. До свидания. До свидания.